Здравствуйте! Приветствую вас на очередной лекции по программе ТОП-СОЛИДС-7. В этой лекции я продолжаю рассказывать о моделировании в детали. И конкретно сейчас хочу рассказать о булевых операциях при моделировании. Булевые операции позволяют комбинировать различные тела, которые уже созданы в данной детали. И поэтому для того, чтобы показать работу этой операции, я, естественно, должен создать несколько тел. Итак, давайте создадим буквально пару тел, которые пересекаются между собой, для того, чтобы нагляднее показать работу булевых операций. Пусть у меня будет некое вот такое условное одно и второе тело. Да, вот мы видим, что двумя операциями мы сгенерировали два тела, которые сейчас пересекаются в пространстве друг с другом. И булевые операции позволяют нам манипулировать вот такими телами. Сама операция булева находится, естественно, во вкладке shapes, где у нас все операции с телами. И она так и называется, буллин. Для того, чтобы нам ее активировать, мы просто на нее нажимаем и получаем вот такое вот меню. У данного меню первое окно является основным и обязательным, и остальные окна являются дополнительными, которые добавляют различные эффекты в данную операцию. Итак, в основном окне мы видим первый параметр, который называется shape to modify. В данном параметре необходимо выбрать тело, которое мы собираемся модифицировать. Следующая строка у нас состоит из трех кнопок, и эти кнопки являются по сути режимами, то есть мы наблюдаем три режима. Первый режим называется union, то есть объединить объединение. Второй режим называется subtraction, то есть вычитание. И третий режим называется intersection, то есть пересечение. И, в принципе, согласно названиям эти операции и работают. То есть первый тип операции это объединение двух тел в одно. Второй тип операции это вычитание одного тела из другого. И третий тип операции это получение тела на пересечении двух выбранных тел. В работе с операциями есть четкая последственность. То есть есть тело, которое мы модифицируем, и есть второе тело, которое в данном инструменте называется tools. Следующее окошко, которое мы видим, tools, это тоже окно для выбора тела. В данном случае у нас есть одно тело, мы можем выбрать его в данном окне. Видите, оно отображается у нас в списке. Если бы мы имели больше тел и хотели бы их задействовать в качестве булевой операции, мы могли бы добавлять их. То есть в качестве основного тела у нас может быть только одно тело, а в качестве других тел, то есть тел, которые фигурируют как tools, может быть группа тел. И когда мы выбрали два тела, мы можем выбирать одну из требуемых операций, и нажимая ОК, мы получаем конечный результат. Итак, смотрите, в режиме Union мы нажимаем ОК. По факту мы, естественно, ничего не увидели визуально, но если приглядеться, давайте я сделаю откат до операции. Кстати говоря, да, вот смотрите, я сделал откат до операции, и наше тело номер 2, которое мы сделали, оно пропало. На самом деле оно не пропало, мы видим, что в списке тел оно присутствует, но оно у нас сейчас скрыто. Это случилось из-за того, что булевая операция автоматически скрывает те тела, которые фигурировали у него в списке tools. Таким образом, shape 2, которое у нас фигурировало в списке tools, оно автоматически скрылось. Поэтому для того, чтобы нам его сейчас видеть, мы должны его просто отобразить. То есть с этим телом не произошло никаких кардинальных модификаций, оно просто визуально пропало. Итак, смотрите, сейчас, если я навожу мышкой, да, мы видим те фейсы, под которыми находится курсор, да, и мы очевидно видим, что у нас тела друг друга пересекают. Но если я сейчас передвину стэк операции в конец, да, то мы увидим, что тело, которое у нас было в качестве основного, теперь имеет другую конфигурацию. Видите, если я навожу мышку на фейсы, то вижу, что граница на фейсах данного объекта, нашего куба, да, она проходит четко по стыку нашего второго тела. То есть, соответственно, я думаю, в принципе, вы и ожидали этот эффект, да. Операция создала тело, которое состоит из двух тел, и создала шов между ними. И если мы сейчас выделим это тело, да, мы увидим, что у нас выделяется теперь вот такое некое все тело. На самом деле, если я скрою второе тело, да, которое нам мешает сейчас полностью обозреть, то мы увидим, что вот это первое тело, это и есть сумма двух первичных тел. Но при этом тело номер два, оно никуда не пропало. Оно в качестве инструмента осталось в нашей детали, но оно скрыто. Это вот такая вот механика работы этой операции булин. То есть, тело номер два, оно не уничтожается, оно остается, но просто скрывается, да. А тело номер один у нас приобретает геометрию второго тела, да, и получается вот такая вот сумма двух тел. Давайте мы посмотрим, какие эффекты мы можем накладывать при выполнении этой операции. Смотрите, если мы посмотрим на следующее подменю данной операции, мы увидим, что здесь есть подоперация, которая называется филец, то есть скругление. И если я включу и введу радиус некий, то мы можем увидеть, что по всем швам данных двух тел у итогового тела у нас будет образовываться скругление вот такого характера. Да, вот такой интересный эффект можно сразу применить к операции булин при режиме юнион. Да, давайте я сейчас нажму ОК. Да, и вот мы видим вот такое вот конечное вот такое тело. У этого тела теперь нет четкий стык, а соответственно присутствует скругление, да. Ну, в принципе, это ожидаемо. Давайте смотреть дальше. Дальше есть подменю, называется Local Operation, но я вам не буду ничего не рассказывать, потому что я им не пользуюсь. И, честно говоря, что оно делает, я не знаю. Поэтому, что в этом режиме, что в остальных, да, это подменю присутствует, но я его больше касаться не буду. И есть последнее такое меню, которое, в принципе, есть практически у всех операций. Называется Advanced Option. Здесь есть некие опции, которые позволяют для какой-то сложной геометрии выполнять какие-то, как вы видите, оптимизации. Но, опять же, я не сталкивался с тем, чтобы здесь что-то менять, поэтому об этом меню я тоже ничего не буду говорить. Здесь буду оставлять все, как есть, по умолчанию. И, таким образом, меню в режиме Union, в принципе, мы рассмотрели. То есть, довольно простой оператор. То есть, мы можем включать и выключать фаску, по большому счету. И еще, что нам доступно, это в режиме выбора тел, в параметре Tools, есть галка Hide, которая позволяет нам скрывать то тело, которое мы уже выбрали. Вот смотрите, если я сейчас уберу его, извиню, то он у нас отображается. Но если я его выберу, то оно пропадает. Это сделано для того, что, когда у нас очень сложная многотельная деталь, мы могли выбирать такие составные тела сложные, и они скрываются, и мы под ними видим другие тела, да, и мы можем их выбирать, и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, такой инструмент, такой параметр довольно полезный в этом инструменте. Кроме всего прочего, нам ничего не мешает быстренько их отобразить, скрыть при необходимости. Таким образом, мы можем контролировать в юпорте, какие тела мы скрыли, да, то есть простые вот такие вот, в быстром нажатии этой галки. Итак, еще раз повторюсь, что на этом, в принципе, команда режим Union, да, нами рассмотрен, да, больше, в принципе, о нем сказать нечем. Поэтому давайте рассмотрим теперь другой режим, который называется Subtraction, да, то есть вычитание. Если я просто поменяю этот режим и нажму ОК, то вы увидите, что у нашего тела номер один здесь появился такой карман, да, такой вырез, который соответствует геометрии второго тела. Соответственно, можно очевидно понять, что команда Subtraction, то есть режим Subtraction этой операции, да, он вычитает одно тело из другого. И мы таким образом получаем карман, который имеет формулу нашего второго тела. Какие интересные эффекты мы можем накладывать при этом режиме? Здесь также существует режим Fillets, если мы его включим и введем, соответственно, радиус, то мы увидим, что мы получаем не просто карман, а мы получаем скругление по тем ребрам, да, которые образовывали, так сказать, стык между двумя телами. То есть это у нас, по сути, вот эти ребра, которые мы видим. Если мы нажимаем ОК, то мы наблюдаем вот такую вот картину. Если мы сейчас отобразим второе тело, да, то мы можем видеть вот такую интересную картину, да, что тело номер один, оно как бы получило такой вырез, в который четко помещается тело номер два. И при этом мы имеем вот такие вот скругления по всем ребрам, которые были стыкующими между двумя тела. И давайте смотреть дальше. Смотрите, в режиме Subtraction появилось новое подменю, доменю Fillets. Это меню называется Clearance. Это довольно интересное меню, которое нам позволяет задавать зазор между двумя телами в этом режиме. Смотрите, если я задам, допустим, значение 2 мм, то тот карман, который образуется при вычитании, он становится больше. То есть таким образом мы получаем, давайте я просто нажму ОК, включу второе тело, и мы можем наблюдать, что мы теперь имеем карман, который на 2 мм больше, то есть все его плоскости смещены на 2 мм от нашего второго тела. То есть мы получаем не просто вырез, а вырез с зазором. Вот такое вот интересное решение, которое позволяет, грубо говоря, нам создавать карман с зазором. При этом, смотрите, мы можем автоматически активировать и скругление, и в данном случае мы получаем зазор со скруглением. Вот такой вот интересный режим. Смотрите, здесь довольно интересно, что мы можем получить в данной операции сразу же вот такой результат. В принципе, он может быть вполне полезным. Итак, давайте смотреть дальше. Ну и дальше у нас на самом деле остались эти две подбни, которые я не буду рассказывать, да, просто потому что они не кто-то для меня. И по режиму Substraction в принципе все, да. Его работа в принципе понятна, и мы, можно сказать, его тоже уже изучили. Поэтому мы можем переходить на следующий режим, который называется Intersection. Итак, если мы переключимся в режим Intersection и нажмем OK, мы получим вот такую ошибку, которую я ожидал. Здесь вы видите сообщение, которое звучит. Clearance is allowed only for subtract operation. Что это на самом деле означает? Это, я считаю, небольшой глюк этого оператора. Дело в том, что, смотрите, пока не закрылось это меню, мы видим, что здесь нету под меню Clearance, которое было в режиме Substraction. И сейчас он ругается на режим Clearance, но вроде бы здесь его нет. Но это просто глюк, связанный с тем, что когда мы были в режиме Substraction, мы активировали режим Clearance. И вот разработчики допустили небольшой глюк, связанный с тем, что когда мы переходим в режим Intersection, у нас пропадает меню Clearance, но оно не отключается. Оно как бы активировано, но не видно. Поэтому вы должны иметь в виду, что если возникает такая ошибка, то нужно Clearance просто отключить. И тогда в режиме Intersection у нас эта ошибка, как вы видите, пропадает. А во Viewport вы видите результат работы операции Boolean в режиме Intersection. Кстати говоря, если вы посмотрите на стек операции, вы увидите команду Boolean, и в скобочках у него написан режим работы данной операции. То есть здесь он сейчас Intersection. В других режимах здесь было сообщение Union или Substraction. Итак, смотрите. Режим Intersection, он нам по сути в качестве конечного тела генерирует тело пересечения изначальных двух тел. И вы можете наблюдать как пример, что конечное тело полностью вписано в тело номер 2, и с другой стороны оно полностью вписано в тело номер 1. Не сложно, в принципе, если мы удалим, если мы сейчас так покажем оба тела, да, не сложно увидеть, что вот это тело, оно остается только там, где у нас было пересечение данных двух тел. И в данном режиме мы тоже можем включать скругление, и это скругление будет работать в обратную сторону, да, как вы видите, нежели в режиме Intersection. То есть, соответственно, оно будет вот так вот работать, и мы можем получить вот такую вот деталь. Clearance здесь не работает. И, по сути, мы исключаете два меню, мы можем констатировать факт, что данный оператор, в принципе, нами изучен. Да, он довольно простой, логика работы его понятна. И не забывайте, что тела, которые вы оперируетесь, с ними ничего не происходит. То есть, удаление тела номер 2 не происходит, оно просто скрывается, да. И мы можем, в принципе, даже продолжать работать с этим телом, да, каким-то образом. То есть, совершать какие-то другие с ним операции, да. То есть, можем, допустим, вытянуть, да, от этого тела, там, да, при помощи скиса, там, допустим, еще какой-то элемент. Если есть такая необходимость. Что касается операции Boolean, то я могу констатировать факт, что мы рассмотрели все ее режимы. Как вы видите, что операция довольно простая, и вы можете ей пользоваться по назначению. На этом я хочу закончить эту лекцию. Спасибо за внимание. Не забывайте следить за обновлениями на сайте topsolid7.ru. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok